Ну, самое главное, чтобы ребенок был счастливым, чтобы внутренний огонечек всегда был у него внутри, чтобы он светил. Ну, мне кажется, что счастье, оно внутри, и главное, чтобы человек был счастливый. Ну, естественно, счастливый человек уже найдет себя в этой жизни, и все у него будет хорошо. Мне соседка моя говорит, Олесь, ты надоела уже по 100 фотографий в WhatsApp присылать. Говорит, ты почему присылаешь в WhatsApp? Заведись, качай сестра. Я говорю, а ты что такое? Она говорит, ну, это такая соцсеть, типа как WhatsApp. Кстати, WhatsApp она тоже мне скачала, и мне так понравилось. И она говорит, там выставляешь фотографии, тебе ставят лайки. Я говорю, а они мне вообще зачем? Она говорит, ну, а кто ставит? Ну, все люди, незнакомые, знакомые. Я говорю, странно, а мне зачем незнакомые? Она говорит, ну, ты всем присылаешь фотографии, вот мне, бабушке, там всем-всем-всем. А они там на тебя подпишутся и будут твои фотографии смотреть, зато тебе не нужно будет присылать всем по 100 штук. Я говорю, ладно, интересно. Я эту идею вынашивала еще год. Ну, то есть год я сейчас думаю, почему я это раньше не сделала. Ну, и слава богу, я скачала в 2016-м семья. Ну, и выставляла фотографии, как обычные люди, да, вот я приехала сюда, вот я приехала сюда, посмотрите, вот у меня там новые ботинки, там еще что-то, да, посмотрите, букет мне подарили. Вот, и потом я, то есть дети у меня начали заниматься моделингом, и я поняла, что нужно развивать их личный бренд. И мне подсказывал, ну, то есть, куда мы ездили на кастинге, что у детей должно быть тоже, как бы, достаточно много подписчиков, например, там, от 10 тысяч, да, и что мне нужно будет развивать их аккаунт, что я начала делать. И начала участвовать там в каких-то активностях, прибывали подписчики. Ну, на тот момент, кстати, он развивался органически, и подписчики приходили, если ты выставлял качественный контент, подписчики органически на тебя подписывались, и, ну, как бы, это мотивировало еще больше делиться качественными, классными фотографиями, куда кто поехал, то есть. Трое детей у нас и абсолютно все разные. Например, Маруся, она, ну, то есть, учеба, это прям не ее конек. Она ненавидит школу, то есть, она человек такой творческий, она умеет хорошо готовить, то есть, свои даже, там, 10 лет она пекла такие торты, когда она мне говорит, мама, купи мне тебе эти ингредиенты, я говорю, тебе для чего? Она говорит, я медовик испеку, я говорю, да у тебя не получится, это же показывает мне невероятный какой-то, и в итоге у нее это получается, то есть, вот такой вот талант у нее. Я прям с детства в этом понимала, я понимала, как все устроено, хотя даже вот мамы иногда не понимают, как все смешивать, все эти ингредиенты, а у меня прям с детства я могла, во сколько я, в 7 лет, наверное, приготовила медовик маме на день рождения, и мама приезжает, я помню, они тогда только-только прилетели, с аэропорта приезжают, и там вот такой огромный торт стоит со свечками, и все, и мне мама спрашивает, да неужели ты это сама приготовила? Я говорю, ну да, и все, и вот с тех пор я все смотрела видео, обучалась этому, себя как-то упражняла в этом деле, и вот до сих пор упражняюсь, и прям затягивает, особенно люблю делиться рецептами и находить единомышленников. Матвей, он наоборот, в школе у него с математикой, все отлично, у него супер память, он запоминает стихи, там, ну, за минуту может выучить стих, а Полина, она такая домашняя кликуха-шустрик, она успевает все, она успевает и стихи учить, и посуду мыть, и на гимнастику, и причем она успевает все везде, не то, чтобы мы ее заставляли там 10 секций ходить, нет, она это все выбирает сама, то есть она ходит на фортепиано, она ходит на гимнастику, она ходит на английский, она ходит еще на развивашку, и сольфеджио, и все-все-все, и все, и все, и все, и она успевает, и ей это все нравится. Говорят, что девчонки копия я, а Матвей копия Миша, то есть вот даже повадки, походка, и вот так вот бабушка говорит, я не пойму, кто идет, то ли Миша, то ли Матвей, и точно так же про нас с Марусей говорят, мы даже не понимаем, кто идет, иногда соседи говорят, кто это, Маруся или Олеся идет, ну, то есть визуально, да, внешне, да, а по характеру, по характеру тоже, Матвей в папу, а девчонки в меня, ну, Полина еще маленькая, об этом мы будем судить позже, она, наверное, взяла все от всех так помаленечку, и похожа на всех. На самом деле воспитание у меня такое очень странное, и раз мне кажется, может, я что-то неправильно делаю, то есть, ну, такая прям, мы прям дружим-дружим, прям по-друге, то есть, ну, если говорить так, мы можем школу вместе прогуливать, ну, так, договоримся, так, завтра не идем, не идем, все хорошо, то есть прогуливаем. Учительница говорит, ну, вот, мы прогуляли, мы тортики печем, мы там катаемся на велосипедах, мы там на рыбалку поехали, ну, то есть, вот такое вот воспитание, все в легкости, все в понимании, и то, что мне нравится, что мои дети в первую очередь приходят и рассказывают все мне, ну, то есть, если даже там что-то произошло, за что, ну, нормальная мама скажет, блин, ты офигела? Я скажу так, давай вот это вот все обсудим и все пойму, все, как бы, ну, все решаем. В 2019 году, как я уже говорила, Полина только-только вот начинала свое модельное дело, и мы приехали вместе на кастинг, и мне сказали фотографу, что я тоже очень симпатичная, что у меня модельная внешность, и мама, и еще сказали, что я, у меня возраст подходящий, более чем у Полины. Мне было 10 лет, а Полине было 2 годика, и вот мне сказали, что давайте вы в следующий раз придете, и все, я поняла, что это мое, я не стесняюсь камеры, я умею придумывать всякие классные, красивые кадры, интересные, и вот с тех пор я тоже занимаюсь моделингом. Это вот, наверное, два моих самых таких хобби, которыми я живу, я без этого тоже не могу. Мне очень нравятся и камеры, и кулинария, и все это совмещать в себе, это здорово. Терпение. Второе, это многозадачность, потому что я, мне кажется, это у меня такая функция, я умею делать даже не 10, наверное, где 20 дел одновременно, то есть я могу одному собирать на тренировку рюкзак, тут же разговаривать с репетитором договариваться, тут же отвечать бабушке, что нужно тебе забрать, я не успеваю, тут же я готовлю еду, тут же собираю еду, ну, то есть вот это вот все-все-все, настолько многозадачность, терпение, многозадачность, наверное, вот такие две функции, которым они меня научили, и с этими функциями не пропадешь. Как все дети. Ну, то есть, конечно, бывает у них и хорошее время, бывает, и что они там друг друга калашматят, кусают даже, дерутся, то есть бывает, конечно же, всякое, но мы стараемся, чтобы они дружили между собой, и, ну, знаете, сейчас в наше время дружить, у всех же есть айфон, зачем, брат, зачем, сестра, зачем, есть же айфон, то есть у них там какие-то общения, и иногда мы так делаем строго, они, наверное, нас ненавидят за это иногда, ну, мы так забираем у них телефоны, и говорим, вот, вас трое, пожалуйста, общайтесь между собой, и тогда действительно, да, они общаются, они дружат, они там между собой что-то делают, а так, конечно, в наше время очень тяжело. Есть гаджет, есть, я не говорю, то есть, ну, я не говорю, что они там чем-то плохим в телефонах занимаются, да, там тоже есть, как бы, развивающие, да, какие-то, ну, то есть, Маруся, например, свой блог ведет, вот, на это тоже время, да, уходит, а Матвей, например, говорит, я говорю, давай, все, хватит играть в телефон, то есть он в игрушки в телефоне играет. Я говорю, давай, положи, хватит играть в телефон, он говорит, а Маруся же в телефоне, а я-то знаю, что Маруся-то там делает дела, как бы у нее тоже есть, да, обязанности, вот. Ну, а Полиночка у нас еще пока без телефона, Полина дружит со всеми, всех любит, а Маруся с Матвеем, да, если им дать айфон, то они могут закрыться, там, один в одной комнате, другой в другой, и, как бы, вполне себе существовать дружно, и с телефонами. Мы же еще очень часто путешествуем, то есть мы настолько там вместе все, там, 24 на 7, там вместе какие-то лодки плывем, там, на самолетах летим, на лодках плывем, ну, то есть, конечно, там это все очень у нас, ну, например, если мы месяц живем где-то в другой стране, я считаю, ну, мы, да, прогуливаем школу тем временем, но настолько это дает детям вот эту вот, ну, они становятся прям очень близки и друг другу помогают, и я думаю, что ну, как бы, потом, когда они вырастут, им это даст, и он такой, они будут дружить и вместе куда-то там путешествовать, летать. Мы вместе много чего делаем, мы каждый день, мы очень любим готовить, все причем, то есть у меня муж супер отлично готовит, и, видимо, дети пошли вот этим вот в него, ну, то есть Матвей в свои, там, 11 лет для мальчика, да, легко может приготовить себе, там, на яичницу на завтрак, там, еще что-то, ну, то есть, как бы, например, у меня дедушка 72 года не может приготовить себе яичницу на завтрак, а Матвей может, вот, и как бы, ну, то есть мы готовим постоянно что-то, у нас, раз мы живем в своем доме, у нас завтрак, особенно вот в летнее, да, время весеннее начинается на улице, и ужин тоже заканчивается на улице, То есть мы постоянно вместе гуляем, у нас пруд есть, домашний дом, рыбы у нас плавают такие красивые, золотые, на рыбалку ездим, то есть какие-то постоянно у нас активности. Мы очень, на самом деле, активная семья, и постоянно детей всех с собой везде тащим. Они иной раз говорят, да езжайте уже вы одни без нас, нет, поехали с нами, вот, то есть у нас всегда полная машина загруженная, мы куда-то все время едем, едем, едем. Мне кажется, когда дети вырастут, они будут вспоминать, что мы их вечно куда-то везли. Четыре года. То есть Маруся родилась, через четыре года Матвей и через четыре года Полина. У всех четыре года разница, прям ровно-ровно. Абсолютно так получилось нативно, нативно, так скажем. Например, Матвей родился 27 октября, скорпион, такой знак. И Полина родилась 28 октября, тоже скорпион. То есть мы отметили Матвейки на день рождения, четыре года, и я говорю, ну, Матвей, мне надо твое день рождения отметить, мне не нужно родить до твоего дня рождения, мне же надо отметить. Он говорит, да, мама, и все, и мы отметили день рождения, но на следующий день я спокойно поехала рожать. Весь контент, ну, единственное, кто мне помогает, это муж, он меня фотографирует, дети меня фотографируют, ну, то есть нас, да, как-то фотографируют, абсолютно все остальное сама, то есть посты, то есть нет у меня никакого там копирайтера, СММщика, нет. Все, которые ошибки вы видите в постах, они мои. Я люблю честность, и мне кажется, это как раз и притягивает людей, и они остаются, да, потому что я никогда, то есть я, конечно, умею, могу и создавать какие-то инфоповоды, там, какие-то интрижки, да, но я этим не занимаюсь, мне это как бы неинтересно, и кому по душе мое введение такого блога, вот они со мной, как бы вот такие вот лояльные. Я Марусин блог, в принципе, не забросила, я так потихонечку ей все равно какой-то контент выставляла, а потом советую, ну, и она мне советует, то есть мы друг друга слушаем, прислушиваемся, и какую фотку выложить, эту или эту? Мне кажется, это, блин, а мне кажется, это, блин, а мне кажется, это, ближай, к другому члену семьи, ты как думаешь? Вот это я же говорила, то есть, как бы, конечно, мы друг другу все советуем и подсказываем. Оверсайз. Одно слово, оверсайз. Нет, я люблю просто все комфортное, и, естественно, чем я занимаюсь в повседневной жизни? Я развожу детей по тренировкам, по школам, все, я за рулем сама, и поэтому, конечно, я одеваю то, что мне удобно. Кеды, кроссовки, костюм какой-то, да, удобный, футболка, шорты и все. Натуральные материалы, да, свободный, обожаю лен. Нет, у детей однозначно свой стиль, они ничего не копируют. Ну, естественно, я, конечно, подсказываю, что, да, если, например, Маруся, будучи там в 10 лет, говорит, я хочу кроссовки вот на такой подошве, я смотрю, что, ну, она такая миниатюрная, красивая девочка, и вот такие вот хабазины она хочет одеть, я как-то ей подсказываю, говорю, ну, давай все-таки, ну, то есть, как-то так. Ну, в общем, не купили мы их как-то так. Ну, вот, нет, у них свой стиль, Маруся полностью покупает себе одежду сама сейчас, я даже не лезу, ну, и мне нравится ее стиль. Ну, и из моего, конечно, гардероба, она так бывает. Мам, я это одену? Ну, одевай, конечно. Я покупаю одежду, мы с мамой любим оверсайз, и я люблю женственные, а, кстати, я недавно полюбила платьишки, просто такие женственные яркие костюмы, но в то же время я думаю, что они должны быть удобные, самое главное, и вот как-то нет за трендами, абсолютно нет. Конечно, стараюсь одеваться как-то модненько, но, опять же, как вот мне нравится, меня не волнует чужое мнение. У меня есть такой яркий розовый пиджак, его я люблю одевать вообще, с чем ни походе, я его вообще обожаю, он такой прям элегантный, в то же время очень удобный, огромный и такой классный вообще. Сумочки люблю всякие разные. Матвей любит все черное, то есть, если ему там купили, например, штаны, там, цвет зеленого или синего, он никогда их не наденет, он носит все черное, то есть, ему прям вот черное, он такой прям весь брутальный, черное, все черное, он любит. Ну, то есть, белое-черное, вот два базовых цвета у него, белое-черное, другие цвета, если честно, я даже вот уже и не помню его в других цветах, то есть, вот, ну, за последнее время вот он только белое и черное носит, и все. Полину я одеваю Она пока как-то согласна на то, что я ей советую, покупаю Очень часто за границей я ей там все покупаю Так же раньше было и с Марусей Потом она сказала, так, мам, вот то, что ты мне купила, я не надену Ну все, она, наверное, мне когда-то тоже так скажет И на этом мы разойдемся То есть она будет сама себе выбирать Пока она доверяет моему выбору и с удовольствием носит Платье, конечно, она любит, я, конечно, ей тоже платье Ну это обычно в садик, я ей даю Говорю, вот смотри, там принцесса и ходи А так, куда у нас? Мы живем в коттеджном поселке У нас постоянно такая движуха И, конечно, удобно тоже Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...